Обсудим эту ситуацию с Ириной Сысоенко, замглавы парламентского комитета по здравоохранению. Сегодня гость нашей программы. За это вам огромное спасибо, Ирина. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте. Ирина, что происходит с Минздравом? Почему там не способны даже элементарно распределить деньги, которые уже им выделили? За эти деньги не надо даже уже бороться. Так, на жаль, так стало. Значит, державе еще величезная кількість людей зараз потребует самолікування за кордоном. За этот год никак не может держава побудовать, наконец, умов в средине Украины, особенно это касается трансплантации. Поэтому, как раз, черга, основная кількість людей, это 90%, это на трансплантацию за межами Украины. Те, что происходит сейчас. В конце грудня 2017 года была подтверждена новая постановка Кабинета Министрового обеспечения организации направления граждан Украины для ликования за кордоном. То есть, по сути, это новый процессуальный документ, который должен поменять работу всей этой комиссии и сделать этот механизм намного эффективнее и быстрее. Сейчас, на данный момент, мы, как народные депутаты, полностью отсторонены вообще от любой информации и до того, как происходит работа комиссии. То есть, мало того, что они ни черта не делают, чтобы спасти наших граждан, они еще от вас отгородились. Мы не можем принимать участие в заседаниях. Раньше я особо скажу, что несколько раз я принимала участие в комиссии в 2017 году, в 2017 году. Но, на жаль, сейчас никакой информации нам не понадобится. И мы так же много информации удерживаем исключительно на письмовые наши свернения. И то не всегда. Я знаю, готовясь сегодня к эфиру, я узналась про то, что 14 лютого, ось это два дни тому, было заседание, наконец, этой комиссии. И было пока что поставлено на черту лишь 10 людей. За той информацией, которой я владею, опять же таки, я не могу держать ее в межах и способах, которые у меня есть повноважениями, как народного депутата. Но количество людей надзвичайно велика. Их до 100 человек. И, соответственно, это потребует негайных действий, постановки на черту. И, соответственно, уже за этим новым порядком, протягом 10 дней, после того, как министр затверджет наказ, про то, что, правда, та или другая особа должна ехать на ликование за кордоном, эти деньги должны быть оплачены. Так что, как раз, сохранить жизнь этим людям нужно именно с швидкостью. То есть цена жизни один документ от министра, правильно, на сегодняшний день? Кошты есть. Это самое главное. Поэтому я считаю, что допускать вот такую количество смертей из-за того, что кошты есть, но просто физически их не могут распределить, собирать, я считаю, что нужно работать и в день, и в ночи. Если нужно, собирать эти комиссии и отправлять людей на ликование. Потому что каждое жизнь – это бесценно. Хорошо. Ирина, еще одна очень важная и болезненная тема для украинского здравоохранения – вакцины. Вот чуть ли не каждую новость, сообщения из разных регионов, не хватает от одного заболевания, не хватает на следующей неделе от другого. Длится это уже даже не год больше. С этим что делать на сегодняшний день? Так. Вы знаете, это та проблема, яка, ну скажу відверто, что это ситуация, которая стала именно в этом году. Протягом 10 лет, постоянно каждый год, увеличилась количество вакцинованных детей в нашей стране. Как результат, в 2016 году было от коры, значит, щеплено лишь 43% от потреб. С чем это связано? Первое. Это связано с тем, что несвоёчасно и не в полной мере обеспечивается наявность необходимой количества вакцин. Это первое. Другое. Постойно формуется информационное поле с приводом недоверия к вакцинации. И это безусловно влияет на решения родителей, которые, за действующим законодательством Украины, имеют право от отступления от вакцинации для своих детей. Третье. Самое главное. Нема доверия до качества вакцин, которые завозятся даже за те суммы, которые поступают из государственного бюджета. И если довозят те закупления и те вакцины, то, соответственно, нема доверия до качества, до терміну зберегания этих вакцин. То есть все, что сегодня, на жаль, делает государство, в особе уряда, в особе Министерства охраны здоровья, оно вызывает недоверию. А вопрос о вакцинации, это, в первую очередь, здоровье самого ценностей, здоровье детей. То есть, соответственно, как результат, безусловно то, что сегодня завозятся по всей Украине закупления и вакцины только за 2016 год. Закупления и поставка вакцины за 2017 год, что даже не началась. Ирина, ситуация понятна. Вот вы сами заговорили о недоверии к Министерству здравоохранения, да? Недоверие растет. На фоне этого недоверия можно надеяться, что госпожа Супрун наконец-то появится в Верховной Раде с отчетом. Хоть туда, ну вот депутаты смогут от нее добиться, чтобы она читала со своей работой журналистов. Это получается, крайне редко она избегает общения с нами. Ну, по-перше, я вважаю, что будь-який менеджер, а министри, по суті, є менеджерами, яких наймае держава на виконание своих обязанных обязанных обязанных, это первое. Про это уже было заявлено премьер-министром нашей Украины, тож он самому должен обязать очельника МОЗ прийти и прозвитовать, особенно, когда сейчас такое происходит с приводу заболеваний, коры, дифтерии и всего прочего, что происходит в охране здоровья. Второе. Питание, которое касается изменения и улучшения системы охраны здоровья, я особо, меня заинтересует то, что парламент в прошлом году принял два важные законы. Самое главное вопрос, кто будет их выполнять и когда они будут выполнены. Я езжу постоянно по всей территории Украины. Я вижу, какую недоверу сегодня имеют те, которые должны работать уже в новых условиях и в новых законодательных изменениях тими законами, которые принял парламент. И уже, как будто, понимали суть законов и доверяют законам. Но теперь вопрос, кто, как очельник МОЗу, будет это выполнять и впровадживать? Это самое главное вопрос. Тож, сегодня, соответственно, по сути, мы должны понимать, что строить медицину имеет та человек, которая имеет доверие, которая, безусловно, может строить. И то, что я считаю, что сегодня именно министр охраны здоровья не сделал того, что не предстояв интересов медиков по всей Украине. И именно они сегодня имеют наибольшую заработную плату среди всех бюджетников. То, что именно министр охраны здоровья, по сути, сейчас руйнует полностью службу экстренной медической помощи. Я считаю, что нет представления того, чтобы эта доверия была до тех учеников МОЗу, которые есть сейчас. Ну, поправку. Не министр. ИО, министр охраны здоровья. И мне кажется, что вот эту приставку ИО, при всей той ситуации, которую мы только что обсудили, которую видят и украинцы, и видят в парламенте, что утверждение в должности, по-моему, ждать госпожи Супрун не стоит. Но это мое личное мнение. Спасибо вам за этот диалог. Ирина Сысоенко, замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Была гостьей подробностей недели.